Всем привет! Меня зовут Люда. Я так долго собиралась духом начать снимать видео, что у меня начали цветать мои первые подростки. Решилась я, потому что хотела бы оставить в памяти все свои цветения, которые очень радуют и меня, и мою семью, и моих друзей. Есть, что показать, есть, что рассказать. Есть уже какой-то опыт, приобретенный за это время, что я занимаюсь орхидеями. Это я хочу вам показать первое цветение моих подростков и немножко рассказать о сортах. 2003 год, это как раз у меня был год покупки и скупки подряд всех подростков. Я для себя открыла азиатские орхидеи и все, понеслась моя душа в рай, потому что при всей красоте, при всей разнообразии фактуры просто невозможно было остановиться. До чего разнообразные и красивые, нет прямо слов. В общем, я скупала все подряд и на данный момент у меня где-то будет свистеть, ну, наверное, около семидесяти подростков. Ну, это не считая, конечно, бабочек, не считая пилориков, вот, а это в общем. Начну, пожалуй, с вот этого яркого желточка, который называется артской юлани. Два последних цветочка раскрылись вот буквально в последние дни. И я так долго ждала, чтобы он распустился, что первые цветочки он уже начал, ну, не отсушивать, а, по крайней мере, уже потеряли его цвет. Ну, вот эти цветочки с ноября месяца. Так, сейчас я кошку уберу. Все время кто-то мешает в кадре. Тут собрался в коем-то веке. То кошка мурчит, то кошка играется шарами за спиной, не дает сосредоточиться. Я и так собьюсь без кошки, потому что первый раз, не судите строго. В общем, переживаю, волнуюсь немного. Вот, так что вот артской юлани. Справа цветочек, который только открылся, а вот слева тот цветочек, который цветет с ноября месяца. Так что очень-очень яркий, красивый товарищ. Зацвел он в размере 1,7. И он первый у меня начал цветение 23-24. Получила я его в августе. Он буквально сразу выпустил цветонос. Я даже и не заметила сразу. Думаю, что это такое. И вот уже к ноябрю он у меня зацвел. У него сначала было три цветочка. И вот он долго их держал, потом один отсушил и дорастил вот эти два сейчас. Но я его вот сниму сейчас во всей красе и думаю цветение обрезать, потому что он совершенно еще маленький. Вот следующая красота. Это у меня от Соня подросток под номером СА-50. Вот такая вот половинчатая мутация получилась. Должна была быть бабочка. Ну, прямо вот можно использовать как наглядное пособие для тех, кто не понимает, как отличить бабочку от небабочки. Вот с этой стороны бабочки, с этой стороны бабочки, а по центру вот все небабочки. Ну, я надеюсь все-таки, что во втором цветении сил будет побольше и что он исправится. Так очень миленький, красивый цветочек. Конечно, нежный. Очень мне нравится этот сорт. У меня еще есть два растения от Profar 5017. Вот. Ну, а это вот Соневский. Ну, чуть-чуть вот не дотянул, скажем так. Ну, красоты его все равно не умаляет. Очень милый цветочек. Очень. Вот, переходим к следующему. И это красунчик такой Сога Мели. Я даже и не ожидала, что она у меня будет бабочкой, учитывая такой маленький процент с мутацией. Но она порадовала меня на удивление. Я даже заказывала, потому что думаю, ну, если процветет и не бабочкой, очень прекрасный сорт. Во-первых, должен пахнуть. Ну, я не знаю. Я пока аромата не слышу. Вот. Даже без мутации будет красивая. И она примечательна тем, что она совершенно не выгорает. Не выгорает. Очень хороший цветочек. Миленький такой. Красивая бабочка. Замечательная. Фокус где ты? Вот ты мой родной. В среднем цветочек, ну, где-то 5,5-6 сантиметра. Замечательно. Я очень рада. Очень хотела этот цветочек себе в коллекцию. Вот Сога Мели. Красивенький. Красивый. Такой цвет у него. Такой желто-зелененький. Очень миленькая. Очень. Так. Ну, вот это королевишна. Королевишна. Я даже не ожидала, что это такой капризный сорт. Конечно, ну, королевам всем надо быть капризными. Я понимаю. Размер потрясающий. 10 сантиметров. 10 вот на ладошке. По моей ладошке. Очень красиво. Очень резные такие петали. За счет фактурности. Боже мой, эти крапушки. Вот эти сплэши. Ну, не цветок. Просто произведение искусства. Для меня, ну, вообще шедевральный. А учитывая цену совсем как бы невысокую. Ну, рекомендую прям. Ну, всем-всем рекомендую. Очень красивая. Вот. У меня три штучки такие я себе купила. Думаю, вдруг, вдруг будет без мутации или вдруг будет пилорик или еще что-нибудь. Я хотела именно бабочку. Ну, коты у меня благополучно умудрились отломить один цветонос у одного растения. А вот, вот это вот, что я вам показываю растение. Ну, она сделала три бутона. Шикарных, больших. И уже перед тем, как бутон должен был открыться, она решила его отсушить. Я, конечно, расстроилась очень. Ну, еще один потом она бутон отсушила. И вот единственный открыла. Ну, так на него ж невозможно налюбоваться, на этот цветочек. Такой он невиданной красоты. Очень мне нравится. Ох, как мне нравится. И вот теперь переходим вот сюда. Это сорт Чинес Мелоди. Китайская мелодия от Сонья. Вот такую огромную гроздь мне цветов она сделала. Цветочки не маленькие. Я думала, что это крошечные будут цветочки. Нет, где-то 7 сантиметров. И я так понимаю, что потенциал у растений просто потрясающий. Если первое цветение у маленького подростка один, 7. И сколько у меня цветочков? 8 цветочков. Вот такая красавица. Единственное, что я, конечно, думаю, что я сделала ошибку некоторую, что у маленьких подростков надо было в основном отщипнуть все. Надо было оставить один-два цветочка, чтобы посмотреть просто на мутацию, посмотреть на цветочек и дать им силы развиваться. Я оставила все абсолютно цветы. Ну, уже пусть подцветет немножко и тоже потом я срежу, потому что лучше пусть пускают корни, пусть пускают листики. Это для подростков гораздо важнее. Вот этот мой подросток единственный на данный момент, который зацвел небо заявленной мутации. Это спот леопард, который должен был быть бабочкой, но не бабочка. Он теперь триллипс. Я сначала немного расстроилась, но с другой стороны, смотри, он такой милый, такой крупный цветочек. Вот такие конопушечки у него замечательные. Он просто, и вот видно, он пытался стать бабочкой. Вот с одной стороны, с другой, прям вот видно, что один лепесточек, вот он хотел. Этот чистый триллипсик. Так что, может быть, конечно, он в следующем цветении еще справится, но мне таким нравится весьма тоже, очень даже. Вот это спот леопард. Но у меня еще есть один от НСК. Я надеюсь, что тот все-таки просветет мне бабочкой, потому что бабочку тоже очень хочется иметь в коллекции. Так, вот еще одна. Такая красавишна, такая крупная девочка. Я даже не ожидала, что такой будет крупный цветочек. Мне нравится и цвет ее, и фактура ее. И нравится тем, что цветочки у нее такие, как чашечка. Такие вот, полузакрытые. Вот они по форме цветочка. Она очень похожа на альбуфейру. Ну и по размеру цветочка тоже похожа на альбуфейру. Очень красиво. Вот эти желтые глазки в нее. Губочка такая. Так, очень красивый сорт. Очень рада, что я его купила. Думала, думала, думала. Ну да, бабочка, пусть будет. Бабочка нам тоже надо. А теперь очень рада. Рада, что она закапризничала у меня вначале. Начала, что листик отсушивать от шеи. Немножко пришлось ее Максимом спасать. Ну ничего, зацвела. Правда, два цветочка всего. У других девочек видела, что она даже первый раз более обильно цветет. Такс. И вот еще один азиатский мой подросточек. Это Green Apple. Тоже знаю, что с мутацией у него весьма не очень. И то, что у меня бабочка, то это мне повезло, можно сказать, в каком-то смысле. Красивой формы цветочек. Единственное, что достаточно слабо выраженные у него защипы. Вот. Что я даже и не поняла сразу, что будет бабочка. По форме бутончиков даже непонятно было. Такие, как горбиночка. Вроде бы и была, но она такая незначительная, что когда бутончик приоткрылся, я полюбопытствовала, конечно, внутрь бутончика, но защипов я не нашла, так скажем. И когда он раскрылся, я смотрю, он полубоком так стоял. Думаю, какие-то странные такие вот рюшечки. Поворачиваю его к себе, а это бабочка. Так что вот у меня еще одна бабочка в мою коллекцию. Такс. Переходим еще к одной красотулечке. Это Little Gem Stripes. Первое цветение подросточка. И тоже я думала, что бабочка будет гораздо меньше. Но нет. Как-то вот помимо того, что сдала вот такую гроздь шикарную, огромную, вот сколько у нее цветулечек в первый раз. Так, фокус, дорогой мой. Вот такие цветулечки. Красивая бабочка. Очень красивая. Куба такая, сочная, свекольная. Так что-то фокус сегодня совершенно не хочет мне помогать. Совершенно. Рада, что она у меня в коллекции. Я ее очень хотела. Я знаю ее потенциал. Я знаю, как она обильно цветет у других девочек. С удовольствием тоже смотрю все обзоры наших дорогих архоманчиков. И вот думаю, думала и решила тоже поснимать свою красоту. И вот я так долго собиралась на все это видео, что мой, хоть это и не азиатский подросточек, но это маленькая малышечка у меня, деточка. Это у меня Golden Dove. Это ее первое цветение. Думаю, пусть тоже здесь постоит, покажет свою красоту. Ну, пока я собиралась, она уже два цветочка свои отсушила. Вот такая вот у меня на данный момент цветет красота. Вот сейчас вам покажу общий фон. Сколько всего. И это только начало. Я думаю, что у меня будет несколько серий, потому что подростков действительно очень много. Очень много на бутонах. Очень много только собираются цвести. Вот. Так что будем еще встречаться с вами. Не судите строго. Снимаю первый раз. И пока еще только учусь. Ничего не умею там не вставлять, никакие не ссылки. Ничего. Надеюсь, мои дети помогут мне. Ой, ну, конечно, надеюсь. Ну, посмотрим. Все, мои дорогие друзья орхидейные. На этом я с вами прощаюсь. Рада была, что вы заглянули ко мне на огонек, на мою страничку, на мой канал. Так что буду еще снимать для вас красоту. Всего вам доброго. И до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин